Задолбал этот вирус, задолбал в усмерть, куда ни плюнь, везде про вирусы, на телевизоре, в любой передаче, радио, любая передача, вирус, вирус, там вирус, здесь вирус, сколько можно об этом разговаривать, надоело уже, все надоело, прекращаем вот разговаривать. Но однако вот нашел одну хорошую статейку и любопытную под названием «Мария Захарова российским олигархам». Когда-то вы отвернулись от народа, а теперь умоляете вывезти ваших детей из Лондона. Впрочем, здравствуйте, всем приветствую в наше непростое время, пожелаю вам, чего пожелаешь, достойно перенести эти все испытания, а не оказаться каким-то маменьким сынком, находящимся в Лондоне из богатых московских родителей. Итак, про что пишет Мария Захарова? Спикер МИД РФ о неожиданных гримасах коронавируса. Фото официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Департаменту информации и печати, сокращенно ДИП, Министерства иностранных дел Российской Федерации в эти дни не до отдыха. Ведомство во главе с Марией Захаровой обрабатывает запросы россиян со всех концов мира, желающих вернуться на свою родину в дни этой коронавирусной блокады эпидемии. Порой среди таких просьб появляются весьма странные, если сказать того хуже, просьбы. Перепечатываем пост об этом из фейсбука Марии Захаровой. Итак, Мария Захарова пишет. То полномоченные, то туристы, то депутаты, то домохозяйки, то дальнобойщики. Много людей обращается одним словом к Марии Захаровой. Но об одном обращении хочу рассказать отдельно. Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные, даже богатые, даже очень богатые. Настолько, что предлагают. Мы хотим отправить в Лондон частный самолет за нашим мальчиком. Он там давно живет. В скобках. Поскольку международное авиасообщение приостановлено, даже на такие рейсы порой нужны межгосударственные согласования. Примечание редакции. Скобка закрывается. Мария Захарова спрашивает. А что случилось? Такой ответ. Как что? Тут коллапс. Мария Захара. Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться. Ответ. Какая цивилизация? В Англии нам обнулили медицинские страховки. Полностью. Никаких обязательств. Тест на вирус стоит 450 фунтов. Только в Россию. Только в Россию хотим возвратиться. Далее Мария Захарова пишет. Что же это вас оболванили много лет за ваши же деньги? Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и страшного коллапса 90-х годов. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость там и строили там бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и не эмоционально со словами. Извини, дружище. Ничего личного. Это просто бизнес. И у нас есть свои граждане. Хочется так добавить. А теперь, теперь вы стоите в очереди в мировые аэропортах и кричите. Мы граждане России. Вы граждане России? Разве? Вы граждане России? Мы по закону граждане. Сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они. Если вы граждане России, тогда будьте добры начать со снов. С уважением к стране и ее народу, так и хочется добавить. И верните деньги, что вы наворовали и навывозили в другие страны, пользуясь бедственным положением страны и грабя свой же народ. Хорошо по этому поводу высказался политолог Сергей Михеев. Некоторые его слова так и хочется привести, что я и сделаю. Теперь, так сказать, что касается наших соотечественников. Слушайте, мне кажется, Россия предпринимает достаточные усилия для вывоза наших соотечественников из-за границы. Это первое. Второе. А когда они переселялись туда на ПМЖ, так сказать, или еще как-то, они о чем думали? И третье. Слушайте, вот эта ситуация по коронавирусу, она на самом деле развивается еще там с января месяца. Ну хорошо, с марта уж точно, уже с начала марта. А почему они тогда не позаботились о том, чтобы оттуда уехать? Вот вопрос. Я не очень понимаю. То есть, вот это, конечно, двойная такая мораль. Знаете, мы уехали из России, потому что в вашей России жить тухло. Нам не нравится. У вас в вашей поганой России, так сказать, жить не так, как вот мы. И дальше подставляете любую сторону. Но это же правда. Давайте так. Большинство людей, которые сейчас оказались за границей, они уехали туда в поисках лучшей жизни. Пока там жизнь была, как им казалось, лучше, чем в России, они на эту Россию, честно говоря, так, так сказать, ну, скажем так, в лучшем случае смотрелись высока, а в худшем с презрением плевали. А теперь, значит, караул, да, караул, спасите нас отсюда. Да, мы хотим обратно в эту вашу рашку. Рашкой же нас называли, да, и все такое прочее. Вот. Но мы делаем то, что можем, граждане, так сказать, граждане. Мы делаем то, что можем. И, в принципе, Россия, насколько я понимаю, предпринимает достаточно серьезные усилия. Но, во-первых, это связано с тем, что у нас в стране, так сказать, объявлен карантин, да, закрыто авиасообщение, первое. Второе. Существует ситуация, что и нам, мы же не можем просто, опять же, прислать самолет вот там и высадиться где-нибудь там десантом в той или иной стране ради двух, трех, четырех или пусть даже, так сказать, двадцати, тридцати наших соотечественников, да, которые вспомнили о том, которые сейчас вспомнили о том, что они соотечественники, да, и так далее. Это же, так сказать, тоже регулируется отношениями между двумя странами. То есть это надо, чтобы нам на это дала разрешение еще другая сторона. Надо, чтобы на это, так сказать, была проведена какая-то процедура. На это должны быть потрачены определенные деньги и так далее. Я считаю, что те, кто оказался сейчас там за границей, в большинстве случаев, они находятся за границей по собственному легкомыслию. Потому что надо было об этом, если вы хотели возвращаться, надо было об этом позаботиться раньше. А скорее всего ситуация была такая, будем тянуть до последнего, да, и если вдруг здесь уж не будем верить в то, что происходит вокруг, а если уж совсем станет это плохо, ну тогда уж как-нибудь, да что-нибудь. И вот теперь начался караул, да, начался караул, потому что эти люди не верили в то, что в Европе может быть хуже или в Америке может быть хуже, чем в России. И вдруг начался такой караул, который подрывает буквально, так сказать, все их убеждения, все их святая и святых, и вот они вспомнили про свою родину. Вспомнили про родину. Родина, давай нас вывози. У нас там наряду еще с каким-нибудь таким паспортом и сяким паспортом, с грин-картой, и на жительство еще есть. Вот мы вспомнили сейчас, сдули пыль, достали откуда-то из этого самого, из дальнего угла, достали российский паспорт. Давайте нас спасайте. Но я считаю, что все равно Россия должна предпринимать усилия по вывозу этих граждан, раз уж они хотят вернуться на родину. Мы же не украинцы. Мы не украинское государство. Дезеленский сказал, что мы больше никого. Мы больше украинцев назад домой не пускаем. Я считаю, что мы должны предпринимать усилия, но надо понимать, что тоже, так сказать, вот по первому зову, вот это вам не скорая помощь, которая может приехать на другой континент куда-нибудь, да, и взять, и вот так вот всех не глядя, так сказать, вывезти и так далее. А где они там сидят в Индии? Наверное, где-нибудь на Гоа. А, ну так извините, пока вы там, так сказать, это самое, курили этот самый, когда вы косяк там забивали пока, так сказать, и молились там в Бодхисатве какой-нибудь, да, вам у вас все было хорошо. Вам про Россию было неинтересно вспоминать, да, вот если так честно сказать, да, вот пока вы там изображали себе йогов нахрен, да, такие эти йоги из Калужской области, вот, у вас все было хорошо. А тут, значит, это самое все, дурь кончилась. Смотришь, раскрыл глаза, вокруг оказывается никакой, никаких этих самых, никакой радуги нету, ничего не плывет, все, так сказать, деньги кончаются, вокруг, так сказать, какая-то начинается непонятная, неприятная движуха, все, родина, мать, спаси нас, хочу обратно как бы в Россию. Не, ну это же вообще как бы, ну, если честно, это, я думаю, что во многих случаях это именно так и выглядит, потому что если это не так, то значит, что люди, например, в турпоездку уехали совсем недавно. То есть вот, если это туристы, да, если это туристы, то турпоездки, они обычно такие, ну, две недели, ну, скажем, я не знаю, ну, три недели, да. Но это означает, что если вы сейчас там, то вы выехали уже в середине марта. Ну, извините, в середине марта уже здесь, это самое, была ситуация достаточно сложная. Уже здесь люди заболевали там сотнями, уже здесь начали класть там в коммунарку, вот этот госпиталь и так далее. Зачем вы поехали в эту Индию? А если вы там живете, в этой Индии, то, может быть, надо было очухаться пораньше? Может быть, надо было, кроме того, чтобы там косяки забивать, так сказать, и ставить свечки, эти самые благовония, этим непонятным там, этим богам со сладовыми головами, с хоботом, да, как бы, может быть, надо было закончить, изображать из себя браминов, так сказать, да, йогов-браминов, как бы, может быть, надо было закончить свои эти самые упражнения по левитации, вот, и все такое прочее, ну, и почитать новости, и тупо понять, что, грубо говоря, так сказать, Пора линять, пора убегать Пора, брат, пора Ну и все Вопрос в том, что какая-то своя голова должна быть на плечах Я понимаю, что могут быть разные ситуации Наверное, бывают ситуации Экстраординарные Например, человек там работал Работал каким-нибудь гидом, аниматором, экскурсоводом Еще кем-нибудь Его там не отпускал работодатель И вот только сейчас Наконец он может вырваться Но я думаю, что, к сожалению, это единичные случаи А в большинстве случаев это вопрос легкомыслие Пока им там было хорошо Они про родину не вспоминали А как только стало плохо Ай-яй-яй, караул Родина, Россия, спаси нас Вот эта самая Россия, навозная, таежная Лапотная Здесь все не так Здесь пальмы не растут, бананы в рот не падают Давай, спасай нас Все-таки здесь важно понять, что надо Быть взрослыми людьми Надо отвечать За поведение, планирование жизни Как с вопросом с кредитами Так и с этим Хотя, несмотря на все это Я считаю, что вот это вот Филиппики все эти гневные я произнес И я, в принципе, согласен и с вами, Сергей Что это, скорее всего, результат легкомыслия Но это не означает, что мы должны Отказаться от помощи этим гражданам Нет Мы никого бросать не будем Я считаю, что усилия, насколько я понимаю Предпринимаются по этому поводу Другое дело Что то, что было гораздо легче сделать в начале марта Или середине марта Сейчас сделать гораздо тяжелее В связи с тем, что ситуация вокруг осложняется Вводятся национальные карантины Усложняются условия перелета Закрыты рейсовые перелеты Теперь только чартер А чартер за двумя людьми тоже не пошлешь Не пошлешь Боинг 737 За двумя людьми Ногово и так далее Надо усилия предпринимать Я думаю, что государство будет эти усилия предпринимать Но, тем не менее, это урок всем Все-таки думайте головой О родине надо помнить Всегда и везде Как раньше пелось в одной песне А когда ты о ней забываешь Можно очутиться Вот в такой неприятной ситуации